Проработав большую часть жизни инженером-строителем, Сергей Стоян в 52 года бросил привычную работу и увлекся рисованием картин. Вместо стандартных полотен используют листы наждачной бумаги. Мне было просто интересно выразить человеческие эмоции. То есть горе, счастье, смех. Мне интересны портреты людей необычных, харизматичных. Сухая пастель по наждачной бумаге – так называется техника донецкого художника. Вместо красок используют мелки. Начинаю прорисовывать уже детали. Здесь беленьким карандашом, здесь коричневым, синевым додаю, здесь черным где-то. В экспозиции представлено 67 картин. Гордость автора, портреты знаменитости в разных образах. Здесь есть музыкант Олег Скрипка, киноактер Луи де Фюнес и другие. Безусловно, очень необычные работы. Для нашего музея это, конечно же, необычная выставка. Такого рода, как бы можно сказать, в этом году у нас впервые открываются. Именно работы выполнены в такой технике. Ну и, конечно же, здесь представлена самая разновразная тематика. То есть и натюрморт, и пейзажи, очень много портретов. Оценили картины и посетители. Больше всего горожанам понравились портреты. Великолепные впечатления. Очень яркие, насыщенные краски картин. Мне понравился сам пейзаж. То есть, как там все нарисовано. Как художник выбрал себе место для того, чтобы срисовывать. Некоторые картины можно смотреть довольно долго. Например, мне очень понравился Луи де Фюнес. Картины донецкого автора представлены в частных коллекциях Украины, России, Англии и Таиланда. В Краеведческом музее выставка продлится до конца октября. Инга Лапикова, Евгений Сысоев, Панорама.